Одежда палевая, как коричьая палевая, черная, черняткая Так, кто у нас в лужин проходит? Как его посчитать? Сколько это за человек? Не считай меня Выскою, выскою, выскою 15 человек, были все на богослужении, это прекрасно Вы помнили, что мы в дороге? Да А мы ощущали это просто, разворачивали, оказалось, все, сейчас выкинет, опять выпрылась Машина прямо с грузом, вот так, я говорю, попросимся, нет, опять И доехали, почти успели в службе, там, ну, еще было так, Господь делает это Мы не разочаровались в поездке Были поставлены задачи выполнить их, две большие работы Не знаем где, из места на место, поворачивать У него навигатор, вот у брата есть, он помог там сколько-то Сказано было, что нас требует министерской юстиции А так, когда этот разговор шел, как раз, о нашей принадлежности, я подумал, вот извинения, они там боленят Я уже слышал об этом Отец сразу удивленный, она нас смотрит и говорит, а мы вас не выдавали Да как же нет, прям под угрозой, если они прибегут и мы вас с регистрацией с ними не говорили Они там трое начали узнавать, пошла, она быстро приняли, хорошо, ну, министерская юстиция написана, а нас они знают, ничего нету Она тогда и говорит, мы региональные, а есть общесоюзные, общегосударственные Так это в Ромаггерстве, и там действительно, там кто-то руководит, она назвала Мария Маратовна Володуева Ну, я говорю, знаю, это гречанка она такая, прекрасная женщина, она зав. кафедрой теологии в государственном университете Она у меня на домах была, нет, ну, просто хорошая Хорошая и внешностью, и расположением, и красивой Я думаю, мы сейчас нарушим нас секрет Когда нашли, где эта большая организация Ее там нигде не видели, я уже вижу, что мы опаздываем на второе дело, которое нам надо искать верно Как сделать, бывшее прежде отменить, уставлять теперь новое Ну, серьезная задача, никто кроме меня это не может делать Почему? Потому что обо мне решили Ну, все сделали, все привезли, документы напомнили Так вот, кто-то из вас давно уже здесь, вот как Николай Георгиевич А кто-то несколько дней Наше правило примерно уже знаете Я попрошу там никуда не отвлекаться Разочаровавшиеся есть Желающие уехать домой немедленно Я не слышал, еще нету Так, я не беру женщин, тут мне кое-что известно Поэтому студенты в селом никого не заталкивали Так, обстановка очень серьезная в стране То есть сегодня можно перебиваться А так перекроют рядом регионы, невозможно поехать Вы знаете, какая была причина А уж и другого государства Вальтера, поскольку он собирался, браво Жена, трое ребятишек Все у него баптисты, родственники там в Германии И билет на руках отрубили Теперь только нейтральную страну, Сербия И инвалидент надо в Сербию, а из Сербии сюда в Россию Мы уже не решились Крещение приняли И хорошее отношение осталось Крестили, а девочка А рука оказалась наружу Здесь спина Это очень нехорошо А когда погружили Батюшка приехал Кто там? Батюшка На застол сразу Даже если говорить на теле То блошиный глаз Вот блоха какая? У блохи какой глаз? Светлана Ты такая легкомысленная Видя Никуда я говорю В это время тебе к этой глазке С кем ты разговариваешь Ни минуты нормально не будет Ты должна их уже учить Заговорил не полное молчание Я говорю Дело А что нужно? Какие беды? А это ваша пустота-то На кухне не все будете Двое-трое Вот посидите трое А этого достаточно Остальные даже не нужно С миром поймаем Так, я краткое объявление сделаю только Не Значит, что плохо сегодня Рядом к Человоду у нас живет здесь Мед есть Свежего меда еще нету Погода не дает А прошлогодний мед Хороший мед Настоящий Трехлитровая банка Это четыре с половиной килограмма Тысяча рублей Если кому-то надо Вы составьте список Я завтра вам позвоню Сколько приготовить И в пятницу съездить надо будет Даже забрать Договоритесь? Договорились Мед хороший Это наш деревенский То есть там Сомнений никаких нет Сто процентное Батюшка, еще сотый он предлагал Сотый запечатан 500 рублей Есть Рамка Ну я говорю Рамку как везти Наверное, будет трудно Большие Большая рамка Мы прошли везде Игоря по порядку всем И они И с усилием Ну все Вы тогда Напишите Сколько надо Я его позвоню Чтобы он Приготовил И мы опять еще Тогда съездим Что-нибудь и заберем Все С нами положено садить Нет Нет Не время Так Бумажки Сознать Надо сказать Он не услышал Я конкретно Уже начинаю говорить Мед А тут нет Говорит Мед заказать Если хотите Список составьте Кому надо Мед хороший Сто процентная Гарантия Что там Не переработали Растопленный сахар Человек Который Сколько Больше 100 уликов Он жил здесь Когда-то Его Мама Была Пселоводом А моя мама Помощница Умерла И поэтому Маленький был Я его качал Там где-то на березе Он все это помнит Потом в соседнюю деревню ехал Стал там директором Шестопитов Геннадий Павлович И по Кашисту Даже я был в Грузии В основном Ума сына один занимается Батюш Мед Говорит Самый лучший Алтайский Алтайский Мед вообще славится И Конкретно По цене Даже взять Представь трехлитровая банка Там Четыре килограмма Наверное 1200 Тысяча Тысяча Пятьдесят Или шестьдесят рублей Так это банка Еще банка За банку Еще банка А в прошлом году У него там С гречихи Набирал С гречихи Он коричневый Привезли Прямо на доме 500 рублей банка Привезли Но это Гречихи Это У нас Очень Добросовестные Человек Я попутаю Так еще Батюшка Все Все Список составить И в пятницу Съездить Виталий Скажи У тебя банка Сколько весила В прошлом году? Ну примерно Не знаю Сколько 20 килограмм На больше 40 40 да? Килограмм Батюшка Вот я понимаю Вот так По-нашински По-сибирски Вы не рассказали Что взял этот ребенок? А как Скажи Тут были у нас Такие как Пахмутов Они Мед покупали Николай Сазин Увез Бетон Килограмм 50 Килограмм 50 Это Фляга Фляга На 38 лет Вы это За себя примите Заказать надо Его привезут Деньги отдали Я говорю За человека Что Абсолютно честный Без обманываний На сто процентов Вот Геннадий звать его За раненем молитесь Чтобы дал Бог ему веру Он не против Так Теперь я к сестрам переведу Потом мы выйдем из стола У вас какие-то изменения настроения есть? Что вы приехали Ошиблись Не туда приехали Не все получили И надо стареть домой Это мы хотели Громче Это мы хотели Это мы хотели уехать Переводчик Не слышно? Да Мы хотели уехать Мы хотели уехать Громко говоря Так по порядку начнем Вы здесь находитесь Все время Пришли двое Вот так повязаны Видели как повязаны? Платки как у них надеты Так у них Тихо поплыла Что-то куда-то Ну на берег Ну видела как одеты Два платка Вот сидит Любую возьми из них Как пример Вот Оля сидит рядом Платье у нее Она стоит и Концом задевает пол Но не выше десяти сантиметров Девочка стоит чуть не до колен Где-то В церкви Разницы никакой нет У нас устав Зачем почему сегодня так? И она стояла всю службу Сколько я был Я в десять минут подпустил Она нормально никак не могла стоять Вот смотри она как стояла На меня глянь сюда Она стоит вот так вот Ноги раз Опять 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 Было такое? Канал задало Почему не приучили? Мы в храме Мы в храме Мы в храме Божьем И Бог дает все Нам в жизни и здоровье Вы знаете ваше состояние семейное Я вам сколько говорил Вы губной помадой пользуетесь? Губной помадой? Нет Не пользуетесь? А когда последний раз пользуетесь? Давно Так Что вы Смотря у нас не один день Мы с вами переписывались Так? Вопросы вы задавали А мужа задавали Так было? Да Я винил вас, а не мужа Да Да Ты своими руками разрушил Еще что я говорю Это открыто все равно Он в командировках В какие места въездит? Ну за границей там везде бывает Нет 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 Ну долго Приезжает Как жена его встречает? Подозрением Доказательства есть? Нет доказательств Ну а если человек не вернущий Он тебя изметелил Было с собой Бокно и все Ушел бы навсегда Мужик-то у тебя какой попался Тебе не колотит У тебя, я вижу, и зубы целые Это вообще достижение Фамилия тебе дана такая Как будто не демона А демона какого-то Ну аллегория Так, не обижайтесь только Это все как-то совмещается От родителей, прародителей Вы думали здесь приехать Что получить? Что вас разочаровало в течение одного дня? Ну вот почему-то как-то вот Погромче, говорю Почему-то захотелось домой Вот, домой захотелось Не знаю почему Ну не пять лет ребенка Я думала Приехал с какой цены? Для того, чтобы Побыть день А дальше вернуть обратно домой И все Душа ваша не нуждается в том, чтобы Слушать, считать Тут занятия идут У вас ничего этого не было Опять домой Никто не держит Просьба Сразу рассчитаться Билеты, которые брали Сюда и отсюда Сто процентная гарантия Я запрещаю покупать билеты Пока деньги не будут А дальше будем думать Это не годится В мире называют это играть Под какого-то человека Не делать это Я вот рассказываю Это моя биография Я имею возможность Не такой опыт иметь Но когда вы здесь Я с ними вместе Еще У меня Питание Почти ничего не идет Выброшили где-то Хлеб Я Оскоблю его Разрежу Высушу А потом ем Я не болею Это не болезнь у меня Повреждения И вот Мы побыли И мы домой Прошу Нигде Никакими деньгами Здесь не стоять Вы видели такой Маленький фильм Я кратко Содержатель скажу Мы можем посмотреть его Один человек Приезжает в другой государство Своим братом Он здоровается Ооо там Герман Ну и на вокзале только Он уронил пакет А у них Порядок такой Экология Кто сфотографировал И доказательство Номер машины Ну допустим Сто долларов Десятая доля Приложить тому кто прислал Полицейских нету Все полицейские И он вот сразу попался Сунулся Когда пришел В холодильник На пиво Он спрашивает Чего ты ищешь? Он говорит Как чего? Пиво У нас не пьют Государство Отменилось Запретило И я скажу вам Здоровье наше улучшилось А то так разговаривает с ним Да что это такое? А ему сразу раз Раз Разгорается Сколько то Пятьдесят долларов У него сразу кольцо дали Когда приехал А теперь это наруще Или как называют Браслет На лыке он загорелся Считает Что? Да пошли они на А сразу Пятьсот долларов Это что на меня? Он подошел Рот раскрыл И сказать не может Да вас всех надо Да Тысяча пятьдесят долларов Теперь никуда Деньги В валюте нету А только На карточке А карточки у него нету И он теперь запретил Я не могу так жить А он Машет ему Все сказал Все Его слова хозяина Хорошие там пишутся Ему не трогают Он из туалета руку Иди сюда Он зашел Наблюдения нет Нарушения нет Курит Стакан застает Пьет В туалете Угощает А я не могу В ванной Такой Гонор у него Мужика А она Маргарет Она ему все рассказывает Он говорит Я уеду Я не могу в таком государстве Не уедешь никуда У тебя денег нет Я дам Никто не берет Деньги это просто бумажки А как? Он с рюкзаком на вокзал На вас В рассвет И вы только заходите Вас видно Ты дашь их тысячу восемьсот пятьдесят долларов Он когда-то покупался А там Когда купаются Купаться можно с пяти И стоят Выстроились В ряд Купальщики Ни один с места не сходит Цифра пять И бросились сразу все в море А там сидят двое юношей И они ждут Кто нарушит порядок Сейчас щахнет Он отправит И тут у нас будет А в ванной Там где они находятся Государство сказало Ну там не будешь А под грядом сверху Снизу человека И люди стали строить Говорят Ванную больше чем комната Государство смекнуло И сказала Не больше размера ванны И у него там все есть Вот он на вокзале Как стоит Его не пропустят И она Этот маргарит Подошла Жена его И говорит Давай сюда Там билеты Паспорт Он дает Она говорит Тебе нельзя выехать Тебя сейчас Ты дожди Ты только заходишь И сразу отпечаталась везде Тебя сразу арестовывают И все И с моего Если где-то Карточка На другую нельзя переводить Закрываются все счета Ипотека Все Все Видел Примотать И он никак Она ему дает все А там так Если с одного Дал Это уже серьезное преступление Сразу уже А у нее тоже кольцо Ну Она поехала Скорость превысила И сразу Раз Машина заглохла Дальше нет А дорогой трогается И он дует Из руля выступает Трубка Он ее дует И фигура такая Поворачивается То есть он не пьяный Машина трогается Если хоть грамма алкоголя С места машины не работает А он посмотрел Тут дует Ты что делаешь Машину завожу А то Ипотека Машина заглохла Дальше нет Они пешком идут Разговаривать А то Его жена Превысила скорость А Которая у нее Питок то там Касочка то Оказалась в этой кабине И Домой идут С разных сторон Пешком Машина Никто не трудит машину И вот здесь Когда она ему деньги перевела В это время Сразу вдруг Она стояла Вот такая ниша Там допустим На вокзале Голос С этого места Такая-то Не трогайтесь Полиция сейчас За вами зайдет Ее сразу арестовывают И показывает Тюрьма Высоко С собой ходят Они где-то там Сидят С такой же Женщиной А та женщина Говорит Маргарет Я вот смотрю на тебя Ты все время улыбаешься А с чему ты радуешься Она говорит Свободе Вытаскиваем Каждый Рюмки Показано Мне все понравилось Материться нельзя Курить нельзя Пить нельзя Это замечательно Видели? Помоги Советую посмотреть И которая Приехала с другой стороны Вот такое лицо у него Они подбирали Наверное Год не прошел Вот все в нем Говорит Какой он есть Открытый такой И когда он так Садится Так Об стенку Но это так не сделает Даже артист не сделает Это буквально И он разочаровался в стране Я так Это для вас рассказываю Вы тоже разочаровались В чем имене? Что не по-вашему было За эти сутки Которые у нас пробыли? Что вы сделали вывод Что нас исправить нельзя Только убегать От них нужно Вот перед вами есть Люди Которые не первый раз Вот Светлана Она уже Сколько здесь с Андреем Могла бы рассказать Маленько кое-что Девушка в школе учится? Учится В каком классе? В пятом А возраст какой? Двенадцать Взрослая какая Вы могли ее Прибрать Показать Как у нас Старинная Обычная Она стоит Ну платье можно было Надежда Васильевна была Я отправлял туда Секлана Там еще зашили Все сделали Там еще Так Держать мы не будем И провожать не будем Я это запрещаю А что? Для чего вы ехали? До крещения вас не допустят Таких Из-за вас помещения давала Наталья Усатая Еще кто? Ксения Юрова Ксения Юрова Наталья Усатая Но они забрали назад уже А они говорят Мы свои подписи берем обратно Разочаровали вот еще дороги их Называется Дезавилуировать свою подпись Отказаться от нее Видите? Как вы еще не доехали Из серьезных Сестер наших Разочаровали Это ваше Вам умирать с этим В таком состоянии Спасение мимо идет Вам не будет Никакой поблажки Вы пришли в такое место Где на все обращают внимание Как за столом сидеть Как ложиться спать Вставать В храме быть И везде порядок Стройность Вы знаете Цариса Савская Когда к Соломону пришла Она за чем она пришла? Мусульмане говорят за то Чтобы он осеменил ее И главное Что в Библии написано О Соломоне У В Коране У них написано такое Что Соломон Так Нашлиповал пол Она когда заходит Показалась она в воде Она идет И юбку подняла Чтобы по воде У них нету Ну и он что рассмотрел Я не знаю Все одно и то же То есть какие они Развратники Есть у тебя люди Они прилепили У них нет И как он Слуги за столом прислуживает Они обратили Как он отвечает На разные вопросы Все Я рассказал слова Которые мне однажды Сказал директор Кэстонского института Из Лондона Мне Половину не рассказали Что я увидела Я удостоился Этих слов Соломона Которые сказала Ксения Деннон И осталась Друзья Как она была здесь Все видела И приобрела книги Директор Кэстонского института Это все-таки Не прачка Не какая-то работница Свечи тушить Вот я скажу одно У меня сразу другое Вы видели Когда заправка идет И у них эмблема Такая Вот Высокая палочка Стоит И по краям Три палочки Такие черные Что это означает? Больше ничего нету Такие Прямоугольные Ну Вот эта палочка Больше А здесь вот такие Роснефть 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 Ну Роснефть А зачем это означает? Какое отношение имеет Первое, второе, третье Какое отношение имеет Тем Лукоил Написано Да? Организация Лукоил Ему охота сказать Какие они богатые Мы кажется в Австрии были Один мужик подошел И вы где-то порабляете Это вот Лукоил Я в Лукоиле А знаете что такое Лукоил? Я говорю нет Это означает у нас Первый это Там Липкин Второй Ульянов Они собрали директора И получился А я думал А я думал Мы не знаем куда деньги Девать Ощупайся наши заявили Деньги измеряются Кубометрами и тоннами Ну одного Алистовария показывает Он 4,5 что ли тонны сразу Валюты Я вот полковник В милиции служит Видел да? Это вообще Я еще раз говорю Что вас разочаровало здесь за один день? Что вы заторопились домой Где вас Ну никто и не ждет Так как ждут обычно Ну Особо так ничего не разочаровало Вы увидели бы как живут люди Сразу задавали вопросы А мы хотим И повторяю Хотя вы сейчас встали и ушли Я за вас не отвечаю Ну Мой совет вам Вы чтобы не зря старались Забудьте об этом Одевайтесь как положено Стойте как положено Не выламывайте И вы увидите Что такого порядка в храме Нигде больше нету Оглашенные за детей Ну нету А если есть Покажите За столом Что был такой порядок Нету Когда вы встаете Утренняя молитва Что в Антаре была Этого нету Я знаю где молятся Слышал Этого нет А то монахи Молятся за весь мир Я говорю А мы что за воробьев Молимся только Вот они скрылись А там И за весь мир молятся А мы вспоминаем Президента всех И пап принцы Которые в Египте Убрали Какой принцы здесь Мы молимся Благодаря Богу Открыто И работаем Все вместе взятые Папы За свою жизнь Не сделали столько Сколько сделали вы На одном пруду Дождик пошел Закрыто Я покутно скажу Маленький рассказик Такой Батюшка один Священник Нанял убирать Сено надо А вдруг дождь пошел Цыгана нанял А тут дождь пошел Ох Легли отдыхать У нас Цыган в восторге Заморачала На здоровье Батя Подлежали часа два Он говорит Сын мой Посмотри Может там он Заходит в солнце Пролупило на пропасть Пролупило Понял Вылупило солнце Вот у нас точно так же Что-то где-то пролупило Что-то не понравилось Обожгло Ну и что? Вот у меня Сейчас на большое нападение А я ничего не делаю Все комментарии собрал На один ролик И хочу его заглавить так Старобряческий юмор В течение трехсот семидесяти лет То есть у них юра вообще нету Непрерывная злобность такая И ничем не обязана Ничего нет Они мне всем обязаны По завязку Я ничего не добавляю А только комментарии Одна из них Под одним этим роликом Это собрание было Шестьдесят три комментарии Успела бросить И все хульные Такие Это женщины В родстве находятся То есть они Отравили буквально Все вокруг себя А мне Как? Мне написано Когда будут вас поносить Радуйтесь и веселитесь Велика ваша награда На небесах Тогнали и пророков Больше прежде вас Мне от этого У них жарко Не холодно Я только усиливаю молитву А им это и не открыто Они молились Они дома сидят С нами молиться нельзя Мы не кореяне Нельзя Они хорошие У них не было случая Чтобы больше Друг друга не пожирали Нигде нет Я был там Я знаю абсолютно все У меня была теща Жен и мать Ну я приехал в Новосибирск Проститься там Заходит какая-то в черном платье Видимо болтарь И она Кто-то ей сказал И значит зашел А я там отсутствую Уже шестьдесят лет наверное А для них это нет Третье поколение Растет с ней Растет ко мне Она подходит Вы не Игнати будете? Я говорю Я вот так показывал Нет Она Пух ты И покатила опять дальше За инструкцией А батюшка видимо ей говорили Там уже епископ был Выгоните его отсюда А гроб Теща моя здесь Простите никак нельзя Я своим дыханием Отравляю их А для них запах Живитель на жизнь Других смертоносцев На смерть И что можно сделать? Ничего нельзя сделать Никаким образом нельзя сделать Что-то не так Как у них епископ там села Сказал на исповеди Что-то Женщине Они до него пришли Ошибли Говорят пинали Били его Епископы Я такого даже не слыхал нигде Ни у сектантов Ни у кого Они непрерывно грызнутся между собой А тут Я побуждаю на благовестие Идет разговор о служении Богу На апостольском служении А у них этого нет И в этом свете Который Бог нам дает Там одна тьма пролубная Там уже на земле Адские пламенные языки появляются А они вот представьте Женщин на один ролик 63 комментарии И все хульные Это означает Отравлены Началось беснование Переедена Грань За которой Возврата уже нет Молитва отменяется Приготавливается Приговор И потом Ничего нету Я ничего Ни у кого не брал Вот Милости Божией Итак Что у нас не понравилось Вы воображали как Что не сошлось Даже не знаю Что ему понравилось И вот одна пишет И вот одна пишет Баба Ой Как здесь хорошо Здесь такие люди хорошие А которая ухаживает за нами Она там что-то на шоколаде сделала Такая хорошая воспитательница А тут Вот Начальник детского лагеря Он на велике гоняет На велике гоняет Тут такое утро хорошее А другая пишет Заберите скорее Тут так плохо Тут солнце плохое Солнце плохое Она всех подряд Слово плохое 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 Ничего не сделаешь Одна девочка была такая Я не знаю Она то ли слабошлышащая была Рослая И она записывала все А письма называется Если проверяешь Я должен проверить Что он пишет ребенок И тогда отправить письмо И вот когда костер был В пятницу Письма я проверил А письмо оставил А с ней никто не играет Ничего Она большая уже Ледь 12 была Я тогда на костре говорю Послушайте Какое письмо сегодня надо отправлять И считать там письмо Такие выражения в литературе Столько восхищения Столько радости Она забыла Что она не разговаривает Как мои ребята закрутились Ну кто такой Кто такой Ну когда узнали кто Она сразу Вокруг уже Компания А какая компания Может быть здесь Когда единственный Дорогой Кормилец За которого Ты добровольно вышла замуж И ты встречаешь его упреками Ну сам Сама посуди Какой он хорош Он тебя не изметели Он не стоптал Ты бы мусульманин Он так заявил Он тебе бы Косяки Промерил твоей головой Это серьезные люди Наталья Лусятова Это все знают Алименты у нас бросил Да ищи Романа я говорю Где ты найдешь Его нашли Его как всыпали там Заковали Домой Вот твоя жена Иди Еще убьешь Значит труп привезут Все Работает теперь Кормят А вас никому не нужно У нас В Российской Федерации После свадебной ночи За 4 месяца Развод 84,6% Кто воспитывает детей Там все У нас не понравилось Ну наверное Просто привыкать Просто домой надо Да Привыкать надо Привыкать Привыкнуть Гитна сперва Привыкнуть Ну а как флюклик Это убиваешь Ну что смеяться то У тебя девочка здесь Займись ей Ей понравится Ногами не перебирать Пальцами не шевели Когда есть Сидите Тихо и спокойно Тридцатая Голова седьмой стих Книга Проха Исаии говорит Сила ваша Сидеть Спокойно Все в этом Не надейся Что Египет тебе поможет Египет надломлено Трости Кто их придется Наверное ладонь проколет Пророки не боялись Говорить открыто Мне Бог дал Этот талант Открыто говорить Президентам В ООН писал Первым секретарям Священникам Патриархам и Папам Открыто Все это говорено Вот были Когда путешествия Я подарил Книги свои Не все А Бенедикту и Франциску В Ватикане были Значит Конкретно у вас Ничего нету Нет Ничего нету Просто Надо привыкать Так Что от меня Я сказал вам Никуда не советую ехать Помогать Никто Запрещаю Разговаривать Деньги Запрещаю Категорически давать Они должны быть здесь Приехала Крещение Рядом Осталось 4 дня И вы начинаете Такого не было у меня еще Издалека еще новые люди подъедут Еще кто-то едет на машине Еще приедет Из которого уехал Его тесто В фамилии Костя Константин Максим Самый большой рост Какой у нас? Сколько у вас рост? 182 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.92 1.92 Вот он приедет Мы перед ним ходим Пойди за рост Он уехал домой за женой Ребенок скажет Боже мой маленький Так все Еще люди будут Вы увидите Крещение Крещение как у нас ведет Священник заходит в воду Вы заранее покупаетесь Не так крещение. Глаза вот такие вот, а ногой уперся. Хватаются за что? Сумасшедшие. На 30 раз зайди в воду, сложи руки, просто купаются. Не хватается за нос. Плопцы никогда нос не зажимают, а голова-то дальше потопляет, плывет он как. Все под водой. Вверху ничего нигде нету. За нос хватается, освещение крестит. Главное сопли, чтобы не вытекли. Я просох и делаю загадку еще. Так, что тебе не понравилось? Ничего особенного, нормально все. Значит, ты понял, что я хочу, чтобы в крабе стоять как должно, а здесь мы, смотри, сегодня работать никуда не идем ни на огород. У нас все как надо, мы съездили благополучно. Ты доволен, что мы исполнили все? Конечно, так точно. Он до конца знает, какие были у нас здесь. Теперь дать сигнал надо Елене Гладощу, чтобы она скопировала, что давали бумаги. За что я расписался? Поверьте, даже не смотрел. Мы торопились, мелко написано. Из одного окошка в другое. Все, распишись, распишись. Я расписываюсь, но я не думаю, что там что-то подвох. Государственное это. И касается федеральной юстиции. Вот маленький пример расскажу. Смотрите. Мы собираемся на колени полез. Вот он сейчас вяжет и просто так, смотри. Так. О, ну да, берег. Да, молодец такой. Приезжает два благощинных. Благощинное это целое. Может ему принадлежать районы, там больше, город. Два благощинных. Отец Михаил погибло, фамилия говорящая. Погибло. Это Новоалтайский-то. И второй здесь Александра Невского, Александр Войтович. Дело вот в чем. Глава администрации, губернатор, Карлин Александр Богданович, решил создать совет из верующих и советоваться, когда нужно, что делать. Это здорово. О нравственности района этого региона. Ну, понятно. А православные батюшки забунтовали. Кого их? Ну, разные сектаты с нами будут-то. Не согласны. И они написали ему письмо. Обдуманно. Под руководством, конечно, архиерея. А тогда был Максим Дмитриев, епископ. Это весь он сейчас. И они сказали, нужно оставить только традиционное. Это православные, католики, там были баптисты, мусульмане, иудеи. Все. А эти Новоалтайский-48 сект, их не надо. Не надо их сюда. И они написали письмо. Ну, теперь кто подаст его? И подать к губернатору. И они еще лучше не придумали, как найти мальчика для битья. Пришли ко мне. И там уже вы парке сказали. Это сделать только я могу. Притом объяснить. Ну, я говорю, вы хорошо обдумали. Хорошо. Давайте по порядку разговаривать будем. Вы знаете, что хорошее отношение у Карлина с президентом. И у Путина хорошее отношение с Кириллом. Ну, да. А Карлин юрист высокого ранга. Он никогда не пойдет против закона. Вам не надо это делать. Они уже пошли там только отправить, чтобы я отнес письмо. Я говорю, а нужно только одно. Вы скажите. Мы отказываемся участвовать в этом совете. Вас никто за это, вас добровольно. А с ними он дело не иметь не будет, потому что потеряет вес все. Поверьте, так и будет. Завтра по-другому. Ну, я позвонил здесь заведующий отделом теологии. Вот это была боя Марина Маргартовна Грещенко. Я говорю, завтра будет ответ Карлину. И он откажется. А наутро звонит мне. Он отказался. А когда я им сказал, что делать, они сразу затрубывают. Давай звоните в партию. Тут такой высокий потенциал. Ну, какой потенциал, когда на глазах все. Тут не надо быть политикой. Местный архиерей не пойдет против патриарха, который в хороших отношениях с президентом. Юрист, а он не избранный здесь был, а после, когда Евдокимов Михаил Сергеевич погиб на дорогах. Он не пойдет. Он приезжал сюда. Путин как раз на похороны его. И карты вставлены его. И он против Путина тоже не пойдет. Все. То есть, карты закрыты. В любом вопросе надо искать разрешение. В обычной ситуации. Но бывает она необычная такая. Поэтому приходится говорить. Я еще раз показываю. Как была Катерина одета. Вот Оля. Вот сестра Галина Михайловна. Галина Михайловна. Если не дать, простите. Стояли на ваших глазах. И вот так вот пощепурились. Как будто вы из бани пришли. Ну и юбка такая. Идти к Надежде Васильевне сейчас же. И посмотреть. Любой материал можно пришить сегодня. Любой. Сейчас сделают. Одна штана синяя, другая красная. Так и это. Я говорил вот это. У вас так осталось открытое. Не пришили. То есть ни одного моего слова вы не приняли. В таком видео тут как. Это мы из дороги так. А так у нас это нет. Вот так должно быть. Вот сидят. Видите как. Грудь должна быть закрыта под завязку. Вот оно как. Вот у вас. Ну любого возьми. Вот он сидит рядом. Это внешне. Но за этим скрывается мое отношение к Богу. Благоголение. Желание порядка. Договорились? Или уезжайте. Я сказал Богу, что я помогать не буду. Запрещаю это дело. Вы можете встать. Пойти. Дождаться поезда. И уехать в любом направлении. Но я вам этого не советую. Когда пройдет крещение. И вы еще посмотрите. За вас за питание не высчитывайте. Здесь можете жить спокойно. Но если молоко будет и мед. Тут самим покупать. Потому что это покупное. А остальные. Вот вы сейчас. Мне помогли продукты. Я по всей дереве разношу. Вы сами видели это. Камни вопросы. Что вы сегодня считали проходили? Сегодня проходили по книге к истинному православию. Разбирали вопросы. Разбирали догматы все православные. Как далеко копнули. Потом все вопросы постов соблюдения. Вопросы в воскресенье. Вопросы в воскресенье. Они днем были. У нас было два занятия. На одних они были. И как? Это Тора мимо прошел? Не поняла. Ну он говорил то. Слышали? Да. Учитель преподает бесплатно. Да, да, да. Были мы были. С большими знаниями. С сугубо православной. Бог удаст может быть батюшкой. Он уже документы сдал в семинаре. Приняли? Приняли. Ну а дальше будем молиться. Господь усмотрит. И главное то его характеристику дал священник. И в характеристике два раза упомянул меня по имени и отчеству, что он ко мне привязан. Но если там кто-то что-то такое против, они могут за это зацепиться. И только через отречение. Чтобы меня это занял в черный список. Я знаю уже. У меня было так. Человек приходит из сектантов. Роль диакона исполнял. Могу назвать казанцем Юрий в городе Ярославль. Жена рисовала иконы. Сын. Я добиваюсь везде, чтобы дали полное погружение. Все снимается. Да, так. И он все спрашивал, а как стать священником. Я уехал. Осенью приезжает раз. Вы занесен в черный список. На форуме все фотографии. Как мы переписываемся. Желать священства на чужих костях. Это как восстановление Ерихона. На первице поставишь ворота. Сохрани тебя Бог. Это все в священном писании определенно сказано. Мы говорим о вечности. Отсюда давайте исходить. Вот она сегодня сестра Любовь Николаевна. Я ей на 10 лет моложе, наверное. Она врач. Кажется, два красных диплома. И дочка у нее с красным дипломом. Это Третьякова Юлия. Это их мать. И ее мать. Ее Господь многое открывает. Я везде беру ее с собой. Куда бы ни пошел. Она все делает. Подписывает. Вносит коррективы где-то. Я стою. Рядом отгонусь и молчу. Я абсолютно глухо. Не мой и не мой. А еще пытаться переспрашивать. И они со мной не разговаривают. А с ней она все подводит. Где нужно мою подпись поставить. Ее просто Бог дал. И она положительно влияет на мою жену. Я сказал, ты живи у меня на квартире. И платить. Вот я к слову сказать. У меня всегда была квартира. И всегда были квартиранты. Но за всю жизнь ни одной копейки ни с одного не взял. Не потому что я хороший. А потому что сам с детства под квартирой. Я уже тогда как бы себе дал обед. Этого не надо делать. Но если у меня на квартире. То правило у нас одно. Встаем вместе в 4.40. Поболелись? Теперь можете ложиться спать. Потому что через 2 часа у меня идти на работу. Такой порядок был всегда. А если это все убрать. Ну все. Оглобля. А надо чтобы расцветший жезл ааронов был. Вы знаете. Когда все стали претендовать на власть первого священника. Было сказано. Жезлы принесите. Ну жезлы. Из миндального дерева. Там то другое. Обструганное. Положили. Утром пришли. Он за одну ночь зацвел. И на нем плоды появились. Будем доказывать кто главный. Было 20 евангелий. 20. Их в алтаре положили на престол. Запечатали. Пищать поставили. Храм закрыли. Заперли. Сторожа. Утром пришли. Открыли. Все эти евангелия называемые. Все валяются на полу. Матвея, Марта, Луки и Иоанна лежат на престоле. Это пишет профессор Владимир Владимирович Марсинковский. Он говорит. Но если бы даже не так. Наше сознание нашло бы ненужное от рихтового сторону. Полезно знать? Полезно. У него есть прекрасный материал застоверное Евангелие. А так как у меня три книги Нового Завета с откровением. И все 752 страницы. Так не бывает. Я должен где-то недостающее заполнить. В одном месте заполнил Лудой Державина Бог. Кто считал ее? Как его звать было? Да? Державина. Гавриил Романович. Гавриил Романович. Абсолютно правильно. И когда он написал это, то Кюхельбекер. Кто такой Кюхельбекер? Поэт такой. Учился. Поэт. Поэт. А чем он отделялся от других поэтов? Не знаю. За декабрьское восстание. Он был сослан. И он написал как бы в резюме. Да полноте. Да Гавриил Романович. Да понимал ли он о чем написал? Когда считаешь. Видишь прямо рука водит. Божья. И она в одном из них. У меня оставалось две страницы. Я их туда вставил. А в другом мне хватало там чистых 15 страниц. И как раз достоверное Евангелие. Профессор Владимир Пилимоновича Борстенковского. Вы научитесь отделять зерно от премьев. Даже у нас что-то увидели не так. А что не увидите? На кухню зашли. На кухне не быть. Обойдетесь. Утрое я сказал. Там точь четвертое. Людей нещем не утро ждать. Пусть считают. Занимаются. В кухне не допускаетесь. Это я говорю как хозяин этого места. В общем это полезно. Потому что это будет на меня семьи. Продыху нету. Я уже вижу. Моя мать никогда не упрекалась. А родила 12 детей. Ни одного, ни двух. 12. Из них 10 живых. И мы ни разу не слышали, чтобы мать против отца говорила что-то. Когда выйдет обычно, когда выйдет муж, она тогда начинает детям. Как вот здесь некоторые. А здесь этого нет. Если Господь нас избрал, мы должны это почувствовать. Мы сегодня где были, где ездили, и везде дали визитки. Наши визитки у всех есть? Нету. Я вам дам визитки. Так. Я могу дать даже не паздную визитку. Такой визитки нигде нету. И визиток много. Но такая только у нас. Слух, просчитай, что там написано. Считай в слух. Дети, воспитание во Христе. А дальше? Громче. Вот с этой стороны где дети? Нет, я не вижу. Так, не видит. Так, зачем выберешься тогда? Дети, я себе хотел забрать. Так, тихо. Дети, воспитанные во Христе. Вот единственная национальная идея, которая могла бы поднять Россию и сделать ее великой и славной. Игнатий Лапкин. Это мое возвращение. Дети, воспитанного во Христе. Вот меня везде приглашали. Там колоху, у меня съезды. Вот такие собираются. Конгрессы. Избирают. Избирают. Не я там где-то. Там лауреатургская премия. Жаря Салферов. Мне приходилось говорить. Я за столом. Профессора, академики сидят. Плохо нет национальной идеи, которая объединяла бы людей. Передайте. Падаю. 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 Кому не хватит, возьмите две. И дальше все наши данные. Все данные. Передайте еще. Так, Андрей, передай туда. Отмоли-ка голову в сторонку. Семь падает. Нет национальной идеи. Раньше была она. Она говорит, пролетаю, всех стран соединяйтесь. А сейчас нету. Я говорю, она есть. Ну, есть. Ее надо апробировать. Что такое означает апробировать? Испробовать? Да. Испробовать? А я говорю, на сколько-то. Ну, хотя бы года четыре проверить, как она работает. Нет. Я говорю, у меня сорок лет. Ну, такой даже и не слыхались. Сорок лет. Я говорю, дети, они упустили из виду. Я говорю, воспитанные? Конечно. Я говорю, во Христе. О! А тут у мусульмании все. Дети воспитанные во Христе. Ни одного развода не будет. Ни одного аборта не будет. Храмы никто не будет закрывать. Не будет насилия. Не будет взяточником, коррупционером, депутатом. Лже. Полиция. Потому что дети будут воспитаны во Христе. Воспитать во Христе ребенка очень непросто. И вот она, девочка ваша, она многое может здесь еще узнать. На занятиях быть. Дайте бумагу и скажи, что ты запоминаешь, что понравилось, строчку записать. А вы сидите. Я хочу вам одно дело открыть. Может не все знают. На земле 2896 наций. Запомните цифры эту. 2896. Устарелые данные. Потому что находятся племена там 100-150 человек. Больше никого нигде нету. Но они живые. На Амазонке, там на разных местах. 2896 наций. И Бог из них избирает только одну. И называется Бога избранный народ. Кто это? Евреи. Бытие 12.3. Бог избрал. И кто будет проклинать семя Аврама, будет проклят. У тебя все будет не ладиться, авария, застревать будешь, разводы. Благословляющий будет благословлен. Я благословлен. У меня все получается. Вещи невероятные. Почему? Я каждый день молюсь за этот народ. И прося мира. Я первым делом прошу Израиля. А потом Россия. Вы слышите на молитве. Итак. Хочешь быть благословенным. Благословляет этот народ. А как? А вот как? Как будто бы все народы одинаковы. У нас еврейка была. И она не была членом общины. Но она даже посещалась вроде бы. Называется мессианские иудеи. И она говорит. Вот сейчас на остановке Балар там лежит мужик. А из-под него еще вода туда вывез. Вы думаете, он какой нации? Я не знаю. Ну думаю, и евреи. Конечно нет. Она говорит, примерно за 2000 лет у нас неграмотного ни одного не было. Даже он не знает. Диплом будет у него. Ему все помогают. И теперь на бумажке с кабинетами нет. Переносит зарплату у настоящего юриста. Я лично знаю. И вот у нас как? Иди поиграй. К бабушке вас проводили. Лет уже. Играют. А они ему сразу говорят. Он поиграл там полдня. Теперь как? Музыкальные уроки. Иностранный язык. Сразу еще китайский, английский. И там какой-то еще язык. А ребенок похожий как все. Так. Сейчас полное оболчание. Закончилось. Они ему говорят. Исак. Твои товарищи там играют где-то. Ты не можешь так играть. Ты поиграл маленько. И к бабушке тебя отправлять не будут. До лета. До выходные. Да и все. Ну ты будешь купаться здесь. Но учителя будут приходить. Будут преподавать тебе. Закомни. У них самый высший. Если он будет директор. Завода. Ты будешь руководить всем миром. Исак. А они сразу его настраивают на такую тонку. Ты будешь руководить. И по слову боже это так. Будет один правитель над всем миром. 42 месяца. Секрета никакого нет. А они учат их день и ночь. Даже в маленьком виде. Уже как говорят. Рассказывали. По-другому назвать. Один приходит. Молодой. И говорит. Деда. А у нас сегодня записывали кто какой национальности. Я сказал я русский. Да какой же ты русский. Это папа еврей. Мама еврейка. Я русский. Сегодняшний день я русский. Ну смотри сам. Ну. Вечером садятся за стол и курочки. А ему картошки дали там не чешные. А почему мне нету. Что русский едят то и ты ешь. А мы не едем то что нам дано. Ему отец это. Дед давал стольник. 100 рублей на день. А тут дал только там рубль. Проехать на автобусе или трамвай туда и обратно. И у него вечером опять. И он вечером говорит. Вот один день только по был русским. Как я ненавижу этих евреев. Так это взводит на эта сама сорока. Будешь говорить сейчас с ним. Никак. Сначала назови. Все. Я только говорил ей. Собираться ехать. Не под Кахибидом. Она не нужна. Она хорошая видна женщина. Но очень и очень мягкомысленная. Только дорога ездил. Говорю. Сначала назови. Я не отвечаю. А я одному ответил. Полгода меня бомбардировали. За ночника 72 звонка. Мне зачем это? Мне зачем это? Сейчас задуматься может быть. Слышь. Почему сразу не называешь себя? Да ты сейчас звонила, а не назвала себя. Слушай, послушай. Вячеслав говорит. Да, Анна. Да. Да. Мы решили, чтобы в начале вы на занятия к нам заходите. По скайпу. Год с нами примерно занимаетесь. Мы лучше уже друга знаем. И потом уже, если Бог даст и живы будем, тогда уже будем рассматривать. А пока никак. Мы сейчас не сможем отвлекаться на вас. Никак. Нет. А просто приехать тоже нельзя. Ну, просто приехать. Как ты ж нам приехать? Как ты ж нам приехать? Сейчас. Ну, ступай хорошо. Позвонит от вас. Позвонит к нему. Спросите. Я могу приехать побысти немного? Ну, смотри. Проводим вокруг. Нет. Игнатик спрашивает. Просто приехать к вам? Может она? Нет. Мы заниматься не можем человеком. Одного оставлять не можем. Для нас это наказание. Мы не сможем просто заниматься. Понимаете, вами? Никак. Если бы раньше была, приехала. Я говорил раньше. Она не приехала. Сейчас люди здесь. Идут занятия. А в воскресенье уже крещение. Она после крещения хочет. После крещения. Нет. Просто никак. Там никак. Он всегда на работе. Там ты с ним не побудешь. Он всегда на работе. По скайпу с нами побудет. По скайпу мы каждый день практически друг друга видим. Нет. Я если есть возможность, так хочу шейфов. Нет. В начале установить скайп. В начале установить скайп. В начале установить скайп. Вы помните мне говорили уже год назад, что установит скайп. И так и не установили. Вот, 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 отлично Вот эти деньги, которые на переезд вы хотите потратить Купите телефон, андроид, чтобы был И вот как раз таки с камерой установите Все Вы уже не слушаете Нет, нет, никак Он на работах постоянно, а вы говорите, с ним побыть И как будете с ним-то? Он постоянно, постоянно на работах Никак, никак Вот эти деньги Вот слушайте вам послушание Вот если вы это послушание исполните, тогда можно будет приехать Вот это, если вы послушание это исполните Тогда можно будет на следующий год приехать Это вам надо купить телефон Я уже вам говорил это Который можно установить скайп Скайп установите на занятия выходить с нами постоянно общаться Там вы будете каждый день видеть Игнатий Тигмыча Все Ну все, видите Он говорит, он говорит, нет Все, нет Смотрите какие Она каждый раз заканчивает Обнимают, целуют Сороку завел Сороку Она осетинка 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 Ну никак Я не могу с ней быть Отдельно не оставлю Она пойдет по дворам Ее не удержать еще После этого не удержать Только, понятное дело Когда убежать Я целый день с вами А мне отвечать надо Сегодня я встал, третий час только пошел Третий час ночи И главное, вчера я плюхнулся После вечера Ничего себя не снял Не разделся Среди ночи проснулся Как раз на молитве И не пойму, где я нахожусь Почему я одетый Я не раздевался Один раз было так Я с работы пришел За порог на разогнулся И упал И сразу уснул Шесть печей я отремонтировал в один день Это все дымоходы На полу что ли упали? На полу Обыкновенное пол вот такое А то не упал Наверное уснул Ну, наверное, заснул еще в полете пока было Так, когда нормально У меня на сон уходило всегда 2,5 часа Я постепенно его укорачивал А загадку про десятину задайте, загадку Десятину, который у вас друг-то был Которому вы десятину столько-то должны были платить Десятину, да Что сказать Я бы другое мог даже рассказать Он был в близких отношениях с нами И уехал, исчез, его нигде нету А потом является через 5 лет Ну, раз церковь увидел, подошел, здоровается То-другое Можно я к вам приду? Ну, пришли Я с нему говорю Саша, ты где был-то? На золотых приисках И на Багадане, и где там На катапеллары, как называется Большой бульдозер На нем работал А заработок хороший был Да неплохой Когда он сказал, я так рахнул Пять лет ты платил десятину? Нет А с варами дело не имею Ты обхаживаешь меня, говорит Господь Сядь, подсчитай, сколько? Он подсчитал, когда за 5 лет Я говорю, у тебя на книжке деньги? Я посчитал, почти что сошлось Ты можешь эти деньги снять и отдать Нам На разговор он пошел, снял Говорит, а теперь нам не надо Сейчас мы вместе идем И ты своей рукой передашь Куда? Отделенная Баптист и Советский Аркей И у них подпольно печатали Евангелие Люди жизнью жертвовали Советская власть и самство Тойота Узнавала, где подземельные работали В Латвии Ну и результат такой, что мы отдали А она и пишет Продажи не поддержали Тогда мы его приняли Другой была одна сестра Она сейчас Раиса Блиникова Раиса Дмитриевна Там с ней этот Николай Астахов где-то ходит Вот И она была сколько-то года 3 от нас ушла А потом обратно вернулась Я один вопрос Ты платила там десятину? Нет А с варами дела не имеем Вы меня обкрадите, Господь А сколько было? У меня пенсия такая Больше моей Это, наверное, раза в два Подсчитали А почему я должна платить? А воров мы не принимаем Почему воров должны принимать? Так, я беру У меня пенсионная там лежат деньги Я подсчитал, сколько она Вот мои деньги Присутствие там Сергея Павловича был Идите, отнесите туда и скажите Мы выкупаем у вас Раису Николаевну Я за нее плащу Но вораем, но не пущу Теперь ты свободная сестра Мы можем целоваться Вот так вот К чему-то закончилось Я отдаю А вы деньги соберете Назови, где я брал У меня такой порядок По которому не каждый будет жить Я говорю про кунь Где при выходе из Кремля Это первый храм стоит Там попросту или где А бывают люди слушают И подходят Знают, что мы издалека И деньги в карман суют Я говорю Понимая выки, я не вижу Думаю, если я обнаружил Стороны не положили У меня порядок Я должен отдать Сто пятьдесят Или сто десять Но Стотня Это и к ней добавят Поэтому Чем больше мне счастье Дают, теми беднее делаются Как огня выисплату Я сам придумал Себе такие правила И так прожил Ты вывезешь Все равно десятина Я поставил платить Девять Заработал Тысячу Девятьсот Отдаю сразу На дело Божие И так прожил Всю жизнь шестьдесят лет Поэтому у меня Такие благословения Зачем бы я не взял Чтобы все получались Почему? Перед Богом А который нападает Я того достоин Велика ваша наград На небесах Ему выпало жребий Быть Похожим на фараона Ты еди Грит, а я же Сыщу сердце его И он вас не отпустит Так и эти Я знаю их Я вам должен Что просили За них Мне это Ничего не дает Если я скажу Сейчас Господи Мне тяжело Зато будет Твою девицу Бог меня испытывает А эти Ну он прошел Там нет Ну написали на меня Там 105 Куленей Ну вот Другой ролик Поставили Триста Восемьдесят Раз меня поносили Отзывали Это они Ну не я А я знаю Чем больше нападений Больше я могу И все днем И еще Меня нельзя Никак Унизить Никак А они раз Нападают на меня Это доказательство Что я не такой Как они На свое Они не нападают А я могу Назвать их Чужими Это бывают Люди-барыги Они обязательно Едут И там бывают Где что-то дают Я туда не еду Где дают Я иду туда Где нужно дать Это знают Это знают Которые близкие Мне друзья И почему Мне надо денег А денег нет Я сразу На молитву Кто есть Вот Мы готовимся Выкупить книгу И заплату я сделал А теперь уже Вплата больше Шеста тысяч А пенсия Вот вы говорили Бала Шеста тысяч Денег-то нет Я говорю Давай молиться Два священника У меня как раз Начивали А откуда деньги У Бога Я Бога прошу А не людей Срединочный звонок Так вы где находитесь Я говорю Советский Союз Так А город какой Я говорю Барнаул А у вас есть там Церковь Во имя Климента Я говорю Нет такой Детский лагерь У меня Климента Аркестова Лагерь Нам все равно У нас Климент умер Сказали Бог лучше принимает Там где Во имя Климента Назвал храм Или что-то Идите Утром получите деньги Восторону Я утром отду деньги В руках Книга Уплена Все Нам нужно ехать А денег нет А ехать в миссионерское путешествие Только На горющее У нас ушло В одном направлении 440 тысяч Только на горющее Ну мы дошли тогда В Португалии Спрошли Скандинавию Прибалтику А где деньги Бог Нам завтра ехать И вдруг Телеграмма Вам деньги нужны Откуда Из Калининграда Вы же Керингсберг Дмитрий Булки Меня он не знает А я его даже не слышал Я говорю Почему вы решили Не знаю Мне сейчас пишут об этом Я ночью прихожу Бью людей Или еще из этого битья Заходят к меня Вот представьте В Америке Я попуту Скорчу Утром на меня Выходит Один в интернете И я Леонтий Якупчук Из Украины Приехал в Америку За больным ухаживать И получаю Деньги Там за это Все Я вас нашел Вы спать Не даете Ночью подошли Как кнули Меня И говорите Встань на валюту Чего ты валяешься А я спросил Испугался Там кто А вы сказали Игнати Лапкин И утром Я тебя нашел Друг И такая переписка С ним идет Проходит маленькое время Я там В Португалии Один Я с усталость Работы Пришел Да не выспался Вы подходите Как кнули Меня по ноге И точно так же Меня находит Из Австралии Я не сплю ночью Я хожу по континентам Выходит Божу на молитву Это не выдумка Это реально Я вам Оо мне слышали Понятия не имею Другое дело Мы переписывались Тут ему Прямо имя Фамилия И что это Господь делает так Я на молитве Вспоминаю всех И днем и ночью Мы молимся И о Путине Молимся За Трампа Теперь за Зеленского Молимся За Джозеппо Байдена Каждый день Я вам там Джозеппо Минаю Это Джозеппо Это Иосиф Каждый день И Господь дает результат Тут Вас не видели Тут один был Его звать Было Вещеслав Вещеслав Подожди А потом Его стали звать Никодин Когда монашество Он принял Приезжал Ко мне Ночью Пол пятого Кажется Никодин Боязвимый Такой Где-то И он лежал Одна же На спине Вот так Вот он И в потолке Увидел Лампы Четыре Разгораются Это он Он рассказывает Что вот Там-то Там-то Нужно Пасеку построить Ну а там Холмы Там еще не построишь И мед будет Его продавать будете Японскому императору И он об этом С ней думаешь Куда пишет Пишет Горбачеву Горбачеву А? Горбачеву Нет-нет-нет Горбачеву И он откликнулся И пристали Бульдозера Там на вертолете Там полсопки Говорят Снеси Наверное Они в доме Ульи в доме С улицы залетают То другое Ну а у меня был Приехал один брат Знакомый Верующий И мы с ним Сами говорили Он говорит У него ничего не будет А почему? Он тоже согласен Я говорю Поезжай Проверь Как он там Ну Поехал Отец Владимир Светков Приехал Говорит Действительно Ничего не будет У них нет Духовника Совета нету А того В это время Сон Он видит меня Как мой дерево И говорит ему кто-то Пока Игнатий Иванов Не придет сюда У вас ничего не будет А я ему пишу Вячеслав Глушенко Его помиле Суши сухари У тебя Сестра родная Хорошая Пищет сухари С тобой разберутся К нему едет Какой-то монах И находят Повешенные сосни И у него Ничего не получилось А сон у него Был Или видение Что я только Если я приду То у него Дело получится Я говорю На эту авантюру Я никогда не пойду Вот это вот Вот что написано Горбачев Вы знаете Мистический смысл Этой фамилии У нас камера В которой я сидел Был главный директор Мамовского Рыбокомбината Главный рыбак Алтайского края Там космонавты Все отдыхали И то другое И преподаватель Второй группы Космонавтов Аэродинамики Лозин Анатолий Максимович И он это открыл Вот сейчас Допустим Как его фамилия Семенов Как? Лапкин Кузьмин Ну давай С-Л-К Да нету Ничего не получается И чтобы у меня Один за другим Жили соседи С такими фамилиями Лапкин Был Андропов Потом П. Петров К. Кузьмин И там Еще какая-то фамилия Исаков А здесь Говорит Вот что закончено Еще горько будете Жалеть об этом Смотрите Брежнев На место его идет Андропов На место Андропова Приходит Черненко На место Черненко Иерть Ерцин Сита уже четыре Друг за другом Главные лица В государстве И в одной фамилии И приходит Владимир Последняя уже не фамилия Именно Владимир Пятый Таких фамилий Больше нету Только Горбачев Его избирает Господь И предсказания Какие будут дальше Правители Когда он мне это рассказал Возражать тут никак нельзя Интересно И они один за ним Умирали Так можешь положить Кто там взял Я бы еще больше Сказал Мы тут Березки пилили Доделали Посеяли Как говорится Сами распахали Государство не относится И вот Березка Допустим Бывает Под такого Ну как Кружка Больше Где-то Кору снимает Первая Кора Из нее Дегать Можно Белая Такая А за ней Зеленая Кора Толстая Такая Ломается А из этой Делает Туиски И там Все Делает Даже Обувь Делали Ну и Обычно Когда первый Свой Снимают А то Просто Рубится И вдруг Кто-то Отковыривает И прямо Под ноги Бросает Я Крылу Это Смотрите Сейчас Покажу Это Конец Коры Вот Она Внизу Вот Она Видно Что Было Здесь И открывает И там Письмо С обратной Под этой Корой Под этой И на обратной Которая С деревом Соединяется С плотью С самой Древесиной Это Никак Нельзя Написать Здесь Чисто Нигде Нищем Нету Как Тут Могла Оказаться Надпись А надпись Очень даже Хорошая Смотри Четверка Ясно Видится Да 4D И 4D И Да Это Не Выдумка Посмотрите Как Можно Написать Я Дерево Не знал Что Мы Его Спили Не Знали И Ломалась И Везде Кто-то Откабарзол И ушел И мы На дрова Уже Собирали И Увидали Это Что-то Означает Может быть Неужели Нет Вот Посмотрите Вам видно? Изнутри Как бы На верху То Можно Сказать Видишь Нет Изнутри Изнутри Это Нельзя написать Здесь Никакого знака Нет Ну Видно Что Дальше Она Вот Эта Кора Видите Она Вот Эта Кора А Вот Это Под Корой Которая На Под Корле Которая Соединяется С Стволом Стали Каждый Говорить Кто Тут Что-то Говорил Вы Что-то Говорили Я Думал Четыре Пруда А Четыре Пруда На Меня Подали Я Говорю Нет Этого Нигде Слово Пруд Нет Что Это Означает Это То Что Сильнее На Меня Будет Поношение Я Сразу Это Понял И Для Меня Остается И Это Я И И И И И И А Четыре Это Для Меня Это Послание Четыре Евангелия Я Тебя Вооружил Господь Говорит Вооружил Вот И Защищайся И Все Согласились А Потом Крот Крот Делал Подкоп К Шарику Вашу 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 Подкоп Ушарику Вкушем Вашей Земле А Когда Володя Подошел Что Володя Сказал Ему Где он Володя Подошел Говорит Еще спишь Шарик Ты Тебе Плотную Такую Кучу Земли Выворотил Эх Шарик Давай Ты Головой Залез Ну Где ты Найдешь У него Тоннель Идет Подземное Сооружение Как у Этих Исламистов Пока Высокоточное Вооружение Поразят Все эти Видите В деревне Кажется А сколько Событий Но Вот Такое Я Никогда Не Слыхал И Притом Я Не Разгадывал Я Только Угнил Прочитал И Понял Господь Меня Предупреждает Будет Опасность Для Меня Знаете 24 Евангелия Для И Все Я Еще Сильнее Усилил Это Все Разговариваю Беседую С вами А вы Запоминайте Что написано Где написано Запомните Хотя бы Одну А тут Двенадцать Скажут Мне А вы Сколько Знали Наизусть Ну Не Два Не Двенадцать Где Написано Какая Бова Какой Стих А вот Мне Недавно Сон Приснился Месяц Полтора Назад Стою В какое-то Поле Как будто Пустыня И Слева Смотрю От себя Крест Огромный Крест И Христос На нем Распят Прямо Вживую Как в фильме В страсти Христова Примерно То же самое Я смотрю И у меня Слезы Очень сильные Я падаю На колени Я прям Плачу Во сне И я Слышу Воздухание Такое Воздух Оттуда Идет С креста И темнота Наступает По всей земле Темнота Я вот так Опускаюсь И потом И просвещается Я смотрю Облаками Все покрыто Я смотрю на эти Облака И темнота Наступила И потом И потом Я дальше Смотрю Наверх И оно Расходится И пошел Свет И я четко Вижу Все эти Очертания Облаков Ну и Свет Пошел И я Просыпаюсь В слезах От слез Просыпаюсь Всякий сон Разбивается На три части А если Видел крест Только на одну Сатана Может показать Христа Мы его не знаем Вы легко Ошибитесь А крест Мы все знаем Как он изображается И у него Нет материала На крест Крест Любви Так Объясняет Ян Касьян Нам Дереть не надо Но если Уже Явно От Бога Он Тебя тревожит Тревожит И надо Молиться Игнать Тихонич Я Повстречался С американцем Барнишко Ну там В одной Программе И он Про вас Знает Говорит Ты Игнать Я говорю Ну знаю Да Он говорит Ну то есть Он знает Спрашивает А борода Это важно Для человека Ну конечно Это честь Для мужчин И все Он говорит Ты можешь Меня хотя бы Немножко научить Если ты знаешь Как Игнать Учить жить Вот это все Американец Он чуть-чуть Говорит по-русски Маленько Партишка Молодой Меня туда Приглашали Заплатили И что интересно У них фонд Отдельный Миссионерский И за все годы Существования Заолюбежной церкви Я был первый По миссионерскому фону Ну бывает так Помогают Там Певщики Разные люди А миссионерского нет Да Мне есть что сказать Потому что я на молитве Стоял Всегда рядом С митрополитом Виталием Позревайте Когда Рот закрываете Мы рядом стояли У него какая-то Такая Вокруг была Опирался на нее И в одном месте Мне даже слово Я пропал А ему уже было Под 90 Наверное 80 И он По ступеням Подошел У меня микрофон На руку Я вам говорил Наконец-то Нашелся И в России Которые подтверждают Что это так Я даже не говорю Он опять второй раз У меня микрофон берет И радостный Это Бог делает Агнат Игоревич А напомните Вот вы рассказывали Что вас приглашали На какую-то И коммунистическую встречу В Женеве Ну или какая-то встреча Должна была быть Так Еще Расскажите Я так не понял Я не понял Вас в советский фольк период Куда-то приглашали На какую-то встречу В Женеву Ааа Что это Или в Женеву Либо куда-то Ну куда-то туда Да Что это было Ну это Экубенический совет И они избирали здесь И на Русь На Русь Советского Союза А они там Избрали А кто они Они кто Ну как сказать Кто они Ну массовый Как Бог Все хорошо делал Это Какое-то Я потом Припомню Какой-то Город Такой Где-то Действительно Это Как она Женеву Где-то Там было Заплатили 1821 Дома Но Я уже Все Почти пулился Меня отдаст Останавливают И поедете Почему Без объяснений А теперь Когда они показывают Заседание Идет И они вот так Ведут СССР Лавки Пустое место От СССР Я еще не делал Они поняли Меня спрашивают А когда я узнал Что там решается И где Меня вполне могли отравить И хорошо Что Не по-нашему Хорошо Что карман дырявый А то мы такую свадьбу Заказили Лазарна Лазарна Город Лазарна В Лазарна Меня избирали Депутатом Ну выступить Конечно Надо А положение Они знали Что я кривить не буду Буду отвечать Как есть Я даже не представляю Как бы это было А было такое Когда в Америку Погрешение получил Ну все Уже Живу У родственников В Москве День Билет на руках Все Садимся Походить Уже Аэропорт Покидаем Самолет Перед самым Трапом Откозырял один Зеленым Погольщиками Офицер Владкин Вы не полетите Как не полетите Да у меня же Ну об этом не беспокойтесь Все сделаю Как можно Так Вас просили задержаться Надо им Вопросы решить Какие вопросы Я лечу в Америку Меня встречают Меня будут В Вашингтоне Там ждать А меня там нету Сорчат Вы не должны Вететь Я говорю Не знаю Что будет Самолетом Я вернулся А сам идет Дорога И спрашивает А чем отличается Патриархия Зарубежная церковь Я вижу Что это Не офицер Это когда Ян гость Сидел А его Обслуживал Какой-то там Тюрьмер И подходит И к нему В беседы Такие затушевные Как вы считаете Вот когда Все уже Провозглашается Ну у них Это У нас Назавается Литургия А у них Как называется Месса Месса И вот говорит А вот Вино Остается Винов Или кровью И он Так взглянул На него Ян гость И я понял Это не охранник Это кардинал Пиралетый Поисание Через другого Пытались Его как Он говорит Да Я верю Пресуществление То есть Притворение Хлеб Дали А приломили Уже Тело Видите Это на опыте Жизни Почему Как вы Могите Заполнить Потому что Это по мне Проехалось Почему Я сегодня Заполнил Где был Потому что Там касалось Меня На меня Они позвонили Вчера Если они Приедут С ним С регистрацией С угрозой Мне надо По другому Делаю Я хотя бы Не поехал Куда я поеду Брошу вас Указ Благодарение Дорогому брату Николаю Ивановичу Он Пронял Туда И обратно Вот Каждый год Бог Как будто Ангелов Посылает В виде Людей И всегда Есть человек Который Всегда Поможет В прошлом году Помните Георгий Я договорился Даже с Андреем Саник Куда Застряли Игоря Барабаша А этот Как И главное Не воспротивился Оттуда Ехать А там Перепах Я говорю Надо Возвел Он даже Не знал Про эту Дорогу Не знал И послушался Прошел Лопата Везде Все Траве Прощупал Потом Маленькая Родонал Выпрыгнули А дальше Вся дорога Погравили Там нельзя Запрять А потом Плохая Дорога Но она Тоже Сграймом С мелкими Прямо Уходит На трассу А по трассе Теперь Уже Скорость Прибавили И мы С ним Съездили Как у нас Считали Все Удачно Ну Как Украл Это Похвала Вроде В этом Сразу Ну раз У тебя Все Есть Ну Еще Сказать Про это Это Бог Делает Больше Никак Да Был Избран Почему Я не знаю Может Меня Заманывали А меня Не пустили Я Бога Благодарю Это Надо Научиться Просто В Этому Смать Вот Сейчас Нападают На Меня Я Малюси Думаю А В Это Время Сейчас Военная Операция На Украине Там Из-за Каждого Дерева Три Снайпер Они Со Всего Мира Туда Летели Ну Их Расстреливают Сразу Они В плед Не берут Войну Снайперов Не брали Никогда Я вижу Ловят Уже А Сколько Трупов Насколько Труднее Тем Чем Я На Кровать Я Лежу Никто Не Стреляет Прихожу Здесь Друзей Полная Комната Ласковые Глаза А там Каждый Смотрит Враждебно Как его Пришить Так мои Так какие Наказания Тьфу Даже Разговаривать Не о чем И поэтому Разговарив С кем-то Я про одну Считал Девушку Ее На постели Переворачиваю Вдвоем Втроем Потихоньку И всякая Кость Она сломается То Евро Переломится То еще Что-то Такая А у меня Все Я прыгаю Голубятню Каждый День Ложу Туда Сюда Еще Не надо Я С вами Работал Сколько Мог Бегал Кидал Узнавал На велосипеде Сколько раз Сгонял Другой Ведра Достал А у Людей Так как Трудно Когда Вспомнишь Кому намного Труднее Я только Одно Господи Мне это Как раз Мне не трудно Я с Богом Разговариваю Как вот Близким Близким Александром Мне Господи Так Хорошо Но Прости Это Безумие Они Не знают Что Куда Творят Они Вообще Не знают Что Они Творят И Те Которые Слушают Они Делаются Бесноватыми А Я Все равно Молюсь Я Сегодня Стою Прямо Охота Ему И поэтому Ничего Не посылаю Так Начинайте Пришивать Платье Добавки Так Вы хорошо Вот эту Шею Закройте Вот так Чтобы не было Вот так Вот Что это И крест И все Тело Не должно быть Видно Ну вот Посмотрите Еще раз Посмотрите Он стоит Бород Сергей Да Посмотрите Как сидите Екатерина Светлана Что угодно Пришить Хорошо К Надежде Васильевну Пойдите Юбку Сделать Тошите Там Любой Материал Все Сойдет Не больше Десяти Сантиметров От пола Вы еще Думаете Что ехать Лучше Не держим И сейчас Ехать Я просто Советую Вам Никуда Не уезжать А куда Вы поедем Мы же не поедем Пешком Попашем Увидите Крещение Какое Вы увидите Но вам Рано В течение Года Будете на занятиях И проще Я сказал Вот Ведут занятия Наши братья Вот Александр Борцов Я правильно Называю У них Все Подходит Шацкий Кто у нас тут Вот Вы тоже Ведете занятия Там бывает Молитва 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 Видите Как радостно Встретились Тут собрался Элита Но учесть Я слышал Как мусульманки Между собой Его руки Придают Так Девочка У тебя где муж Да в командировке Как ты его встречаешь Слушай внимательно Как встречаешь Ну как встречаешь А ты вот так Встречай И покажет Как его надо Встречать У него были Урядицы Были опасности В дороге Это еще Со своими делами Которые не могла Сделать И хочет любить Кто видел фильм Иуда Менгур Кто не смотрел Советую посмотреть Одиннадцать Оскаров Время Пришествия Христа Которые у него Как сказать Кто У него владелец А старост Или какой Ему дает Дочь замуж А Иуда Менгур Он хозяин Вот всем Ее дарит Свободу Чтобы Свадьба была Не у рабыни И спрашивает А ты жениха Видела Я его не видела А как же Ты будешь Его любить Когда не видела Я научусь Любить Это вообще Такую артистку Избавили Евреев Это Но это талант Как бы Стрицкая Я попутался Это Скачу С одной темы На другую Тихий Дон Видели? 51-го года Кажется Еще Это там И на Аксению Мелехову Хотели Нуну Мердюкову Поставить Ну еще бы было А поставили Кого? Быстрецкую Элину И она Среди казачьих Жила Как ходила Как повернуться Как воду Везти И когда смотришь Это казачка Настоящая Вот когда говорят Евреи Да за счет Кого-то За деньги Подкупают Пробираются Вперед Ну скажите В войну Самый известный Голос Щей был Левитант Юрий Левитант Левитант Как вы Увеличать Было Божеская Юрий Голос Сталина Что ли Как он стал Диктором Кто знает Забыл Что-то Уходил Забыл Позвонил Куда-то Он ушел Забыл Головной убор Его не приняли Он не понравился А когда позвонил Тот сразу Так А кто такой Да был Шрапку забыл Немедленно возвращается Сюда И теперь Когда записали Поняли Он природный Так Он не просто Ночитает Он день и ночь Старается Эти фразы Произносить Я говорю У меня другой Лексикон был А потом Когда Сталин Ночью Работал И в три часа ночи Передают Какую-то передачу А у Сталина Готовится Большой доклад Одно за ним Он сразу Сталин звонит А то кто говорил Да у нас Новый диктор И говорят Что еврей Левитант Вот он Чтобы мой доклад Просчитал Кто его выдвигал Его природные данные Его работоспособность Его умение Определить Где ему быть Вот это Фаида Саламоновна У нас была Королева Она меня один раз Загнала в угол Я говорю Вот вы Не признаете Христа за Бога Только за Мессию Ты куда-то вниз смотришь Так Это так Она Да А вы Христа Вот пригласили в гости Как за Кей Пригласили бы Я его пригласил А вот он сидит Христос у вас рядом Вы его признаете за Бога Тогда Я говорю Нет А что с нас спрашиваешь Когда теперь Я все знаю Жития святых Вселенские каноны Теперь я вижу Это второе лицо Троицы Тогда этого еще не было И он не давал о себе Говорить Христос И даже чудо было Пока буду прославлен И поэтому Мы находимся В том состоянии В котором находился Захей Видите Они умеют отвечать И когда пели Бога истина Бога истина Она не пела А дальше пела Символ веры Так Я пойду сейчас Ты мне нужен Очень сильно Буду прощаться с вами Мы заставали И еще Все еще Все еще Объед Так Вот это сделайте Как я говорю Сделайте Вот такой Братья Их стоящий Или как-то Сестры Ну как угодно Сделайте Это наш храм Чтобы ничего у вас не было Благодарим Благодарим Тебя Христос Боже Наш Я Красивый Седан Земных Переклад Не реши нас Небесного Твоего Царствия Моя Какой Среди Девчонки Пришел Испаси Мир Дай Им Приди К нам Спаси Нас Аминь Слава Святому Духу И ныне Присно И во веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Аллилуйя Аминь Сегодня вещи Были в храме Три поклона Ложите спать Пещерное правило Отменяется Спасибо Я с вами Скажите Что 8 часов Завтра Батюш Скажите 8 часов На службу Сказал Батюш Завтра Завтра Идти Поскольку Отсюда выходить Ну минут 20 Чтоб прийти Подготовки Садить Смотрите Мужчины стоят Подряд Отойдите Рабочие Алло Смотрите Вот я не выбираю Вот они как стоят Посмотрите Как закрыт Закрыть Чтоб нигде Ничего не было Видно Платье Зашлись Не вышли 10 сантиметров Вот она Своих Давайте Так я пошел Пойдем Продолжение следует...